Сорок лет в пустыне. Прошло больше года с тех пор, как сыны Израиля оставили Египет. Они устали от скитаний, устали от желтого песка и голых скал. Даже ман им надоел. И вот, наконец, настал день, когда Моше указал на виднеющиеся вдали холмы. — Мы недалеко от Ханаана, — сказал он, — от прекрасной страны, которую Бог обещал нашим отцам. Выберите из каждого колена человека, чтобы послать его туда на разведку. Тут же выбрали двенадцать человек. Они стояли перед Моше, ожидая его указаний. — Пройдите с юга, из Негива, — сказал им Моше. Затем поднимитесь в горы. Посмотрите, что это за земля, плодородна она или нет, где живут люди, в городах или в деревнях, много там жителей или мало. Постарайтесь принести с собой что-нибудь из плодов этой земли. И двенадцать посланцев вышли в путь. Через сорок дней они вернулись. Радостные крики послышались в стане, потому что разведчики принесли с собой свежие и сочные фрукты, гранаты, инжир, гроздь винограда, такую большую, что ее несли на шесте двое мужчин. Толпы народа последовали за посланцами к шатру Моше, чтобы послушать их рассказ. «Это и вправду чудесная земля, текущая молоком и медом», — сказал вождь посланцев. «Но мы никогда не сможем овладеть ею. Города этой земли обнесены стенами, а ее жители подобны великанам. Рядом с ними мы показались себе кузнечиками». Двое из посланцев, Калев и Яшуа, прервали говорящего. «Мы тоже были в этой стране. Это прекрасная земля, и мы вполне можем овладеть ею. Не бойтесь, жители Ханана, Бог поможет нам». Но никто не слушал Калева и Яшуа. Люди начали роптать и плакать. «Лучше бы мы остались в Египте!» — воскликнул один. «Наши жены и дети погибнут!» «Давайте назначим вождя и вернемся в Египет!» — закричал другой. «В Египет! Обратно в Египет!» — подхватил весь стан. Внезапно голос Моше прорезался сквозь гам и крики. В его голосе звучал гнев и в то же время глубокая печаль. «Господь говорил со мной. Вы не готовы идти в страну, которую Он обещал вам. Вы слишком долго были рабами. Рабство сделало вас трусливыми. Сорок лет вы будете скитаться по пустыне. Ваши дети вырастут здесь храбрыми и свободными людьми. Они, а не вы, войдут в обетованную землю». И израильтяне остались в пустыне на сорок лет. Они переходили с места на место в поисках пастбищ. Старики, что были рабами в Египте, умерли. Их дети выросли сильными и храбрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова